мир вам с миром бра поздравляю вас с праздником и с днем пьящащицы со святой христос также вас поздравляю паси христос у меня срочное дело к вам игнатий тихонович нужен совет очень прошлый раз я рассказывал что на меня нападение было от наших прихожан от православных и вчера позвонил мне священник настоятель и он весь перепуганный и сказал что одна из прихожанок дозвонилась за дворкина и сказала что ну рассказала про меня что я ученик игнатия лапкина и что я в храме всех смущаю и веду занятия и все такое прочее понаговорила там а дворкину что это сладкая конфета в рот положили сладкую конфету естественно он сказал право что вы сектант и еретик и все в таком духе священнику позвонили не знаю кому дворкин дальше а прихожанке он сказал чтобы она обратилась к нему письменно и собрала от других прихожан подписи обратилась к нему письменно дворкину позвонили священнику я так понял самому с новосибирской епархии из кемеровской и ему рекомендовали меня нет не допускать до причастия и желательно не пускать храм но священник ко мне расположен священник ко мне расположен и говорит я хочу сам во всем разобраться потому что между нами никакой противоречий нет вот то что я говорю это что священник говорит у нас расхождение только в одном службе в армии и отношение к войне и даже тут после того что я его обличаю священником он все равно ко мне расположен и он решил сама всем разобраться не знаю сам он позвонил потом или как-то связался через кого-то вышел на барнаульскую епархию по поводу вас и ему сказали что вы не отлучены никаких претензий к вам нету что что являетесь молитвенном общении и все такое прочее что к вам претензий нету в общем никаких абсолютно никаких и священник решил сегодня после литургии всех собрать всех кто возмущается там человек десять против меня прям там но я понимаю это полчища бесовская это там ужас что творится его он я ему говорю вы проявите строгость и по отношению ко мне строгость и по отношению к ним я священнику советую но он он боится что и дальше они будут писать они не остановятся мы даже настроили атамана казачьего он пообещал что приведет казаков и разберется со мной для этого не боюсь ничего у меня такое ликование игнатий тихоныч я к ним отношусь как близким своим друзьям они мне награду готовят на небесах такая радость для меня и сегодня вот будет собрание и священник хочет все расставить по местам как бы успокоить этих возмутителей но я-то понимаю что они на этом не остановятся вот у меня я к вам и вышел что что вы посоветуете вот как идет так и пусть идет дело в том что то что они сейчас делает это все будет против них тем более сегодня сошествие духа святого там никакого духа нет кроме духа лжи дворки на меня нападал но ты им минимум так скажу пять раз их по каждый раз находились люди которые ему говорили что ты говоришь неправду у я не знал то есть он специально посланы в израиль учился здесь наркоман чтобы разрушить православие и они его прикормили это верху заговор так что он отвечает за то что получает за то что его кормят вы делаете то что надеетесь получить остальные ничего не знают такие слушатели зрители ради которых все это и сделается и поэтому если эти люди которые жить хотели по слову божия они вас зазирают и тут начинают меня подталкивать то это говорит о том что священники на суде божьем будут спотыкаться очень сильно это каждая погубшие погибшая душа на их совести а вы сделали все немало не переживайте приятно слышать что вы радуетесь это и моя радость с вами вместе ничего не имеют слова божие упоминают они не знают вы бейте главное 12 48 евангелия тьяна слово которое я говорил с большой буквы она будет судить не дворкин а новосибирске которая там там новопашин который с дворкиным и как-то на новопашина это кажется отец александр тоже назвать его что ли там и нападали дескать где-то встречается с какими-то подозрительными личностями и связано это с гнусным грехом ребята я его не знаю не встречался а батюшка мой знают учились вместе на одном курсе в семинарии я в интернете выставил один говорит я к нему ходил на исповедь а сейчас как мне быть так такому идти то когда он связан с чем я во первых у тебя данных нету во вторых я могу сослаться на слова моего брата отца акима за ним никогда этого не было и это все клевета может быть поэтому ты не расположен ну и причащайся у него но молись за него и когда ты поймешь что ты обманутый тогда приди на исповедь и скажи батюшка прости меня да я как с меня в чужом коло и в соем валялся то ему будет это приятно и видимо ему это сказали он ко мне претензий не имеет никаких понятно то есть я дал путь такой что ты если уж смущаешься до какой исповедь и и другому батюшки а потом то ты увидишь это действительно он не виновен в этом это это видно там никаких доводов нету да зачем ему нужно когда он женатый такую должность имеет он будет с какой-то шпаной знатся но мы прям никакие но так она есть были потом скажи столько-то времени год-два-три ты на него дулся и все зряшно а это уже грех молитва твоя не было услышанное в это время ты в пустоте стоял вот тогда дело все проявится он как-то тут был дворкин то выступал ну ну никакой фулиган просто какие-то там были пришли баптисты 50-ники а в актом зале алтайского государственного университета были наши были там и дебунов игорь был ну и они ему вопросы задают по библии они сектанты но они любят библию это мы не можем отнять дальше сравнивать с нашими не приходится но он не отвечает и начал но они тогда сказали счет сидеть так когда он городе что попало поднялись он так задержите их проверьте они там в зале не украли ли чего нибудь вообще я когда слышал да не может быть как не может я же там был говорит но они ему передали записку вот вы лапкина слышали там он морщится вот в университете и приглашает вас на занятия в университете там может и слово вам дать все официально у нас его разнесло он буквально обмарался весь это разве можно такой человек одержать он начал такое городить она моей стороне характеристика от прокурора края генерал-лейтенанта какой большой вклад вносит в лапкин в оздоровление нравственности алтайского края там от ректора университета одного другого от представителя законодательного собрания там ему это не надо ему нужно доказать что без него опасность вот как солженицы написано все время доказывать мы еще не всех врагов перебаловили еще и верующие есть то есть органы надо расширять нквд вот у них это же самое сегодня они на мне зубы точно без зубы уже но ничего нету исследования мои книги взяли не где-то запомни монастырь в одессе ну а то может лет 15 назад они держали держали и ничего не решились сказать тогда отправили они в киево-пещерскую лавру там просвестор какой-то и с этим все и заглохло да я говорю не приноравлюсь никому многим не нравится я согласен только тут нападает на меня игнать и он грубо разговаривать батюшка грубо но каждый год приезжает людей сколько крестится как сейчас вы нормальная все но пошел на пенсию ты уже сколько здесь построился ни одного души ни одной души нету не родственников никого только свое гнездо там дочь сын ну а тут ну грубо у тебя ты ласка но почему никого нету то почему его грубость приводит людей а твоя нет вот я говорю давай телегу вы хотим ставь деревню то и ораторство и говори ведь ничего не будет вы же не знаете писание не любите христа не знаете вы знаете одно только свое что вы самое праведное православная церковь за никоном пошла вы старообрядцы самые умные а за 360 лет ни одного миссионера не было периода библии нету а который имеет неправильно ни конья не перепортили я даю блаженна фефилакта неправильно ни конья не перепортили ну дайте правильный перевод а никого нету и главное что кратчатину есть нельзя свинину нельзя свинину можно вот как потому что христа напоили желчью свиною они а вы знаете серафим отчего умер он курил и не потушена папироса загорелась и он сгорел там то есть они не оставили у них это конь не надежен для спасения а в славяне по-славянски написано к ложь во спасение то есть он живы они горят ложь во спасение какой она нас выведет ложь оправдана то есть они в обнимку с дьяволом живут дьявол лжестый отец лжи евангелия тяна 844 ну это так я просто к месту сказал нисколько не думай об этом помолись за них а люди не научены но это священнику ну представьте вот вы у нас выступаете да не только у нас то в любом месте где люди любят слово божие тебе бог открыл такие истины воевать идите воюйте добровольцев набирают только заранее оплатите гроб сами разговаривать не будут они воевать хотят дома вояки как говорится не как ника или кто там такой воин они кого они кого и но вот так ничего радостное известие я сейчас иду храм но сегодня у меня будет проповедь о слове о слове и о гласе потому что когда мы молились в конце вы замирали и говорили господи говори слушают рабы твои а я добавил слово голос твой говори голос твой слышит кто-то сказал так такого нет там не написано как самуилу то бог являлся я маленько ответил и сразу все это покатилось у них в другую сторону ну что я сказал вы говорите говори слушает раб твой кого говори чей голос я ответил я вставил что люди не понимают голос твой указание твои господи положи на сердце ну и все я на эту тему приготовил материал очень серьезные и как раз саша не мог я поехать по это сказать потому что уехал из барновола а тут одно к одному и голос божий и духа святого и не зря меня бога отложил вовремя сказать то а вчера я говорил там о множестве как бог постоянно и люди тоже и за дня в день то есть мы должны быть константа как принял ты вот это только поднимать все кверху как путешествие джона буньяна там путешествие страну обетование путешествие пилигрима там написано настольная книга пушкина было я вот фому кимпийского то насчитывал а она была книгой после библии на первом месте он католик но настолько сильно я насчитал и пленка получилась 80 часов 20 минут и она распространена была я раскатал не знаю сотни или тысячи экземпляров у меня тон студия была маяк 205 у меня зарплата сторожа была 72 рубля один магнитопон 320 рублей и у меня сразу работал 14 умножить где деньги было свободные дни я пещи делал не устану за день две пещи выкладывал они вдвоем неделю делают пьянствуют и поэтому у меня деньги всегда были но все до копейки шли на распространение купили магнитопоны там попроще отремонтировал мастеру бабушкам бесплатно все это они собираются слушают вот поэтому у нас так все благословенно и радостно многие из них уже отошли и мы верим что это наши ходатай живые не исторические вот тут переверзи в виктор готовятся и вас сегодня там поминали дед георгий то тоже какой было сейчас его разве узнаешь он какой кадушкин то я говорю как хотите я без вячеславу сказал как хотите вот но только если он приедет ему скажите окончательное решение о допуске к крещению после нашего собрания батюшка решает можно было бы не настаиваю а он купил там это шил себе стоит там с иконой халат белый такой но его просто жалко уже делается если ему отказать сейчас так но он любит велосипеды и там всего это как катается видимо в горах где-то ему говорят вот откажись от этого и крестного православия как он будет реагировать вот без меня то все решается а когда этот там был шлоков то александр то а как там все это там ирина кондратюк наталья усатая все это вячеслав семенов пишут какие дружные у нас люди как они отвечают все по слову божию как а тот выступает и в храме давай крещать торговлю уберите во время службы это ну хорошо что он у нас не чистится они к нам не припишешь он уже запрещен был вот так вы что сказать на это он ничего не на все сует сует местописание главное не к месту не знаю даже ну дали замещание не разговаривать он опять теперь ему строже и теперь вернуться только через письменное обещание и и прочее хороший человек видно он как только появился вячеслав говорит я с ним беседу я гляну пишу я посмотри на его лицо внимательно там дьявол играет блудным грехом видимо не раскаянный там или что-то и посмотри внимательно как он поднимает ресницы я имею опыт этот и маленько прошу только его поднесло понесло по таким кочкам все давай там что-то опровергать нападать говорить упрекать но видно что человек полностью буйно обуянный злым духом на мальчире запретил говорите на русском языке сказал это было 23 марта батюшка если там это будет а русском языке о войне тоже там мои материалы не газетами выходили епископ и тихий курочки меня значит отлучить батюшку запретить чтоб три года мы нигде не выступали под этим мы три года молчали ни слова не сказали почему мы дорожим епископом дорожим своей душою как 23 марта пришло мы не спрашивать не стали все библейское в храме считается а за это время бог делал работу батюшка приехал а там диакон священник сидят на скамейке а один епископ в алтаре там поет что-то а почему вы с ним не вместе то а он на русском языке перевел там похоронный этот марш как вот так как его братья могли так уломать он же против был благодати он теперь сам переводить стал которых переводов нет русском языке там отпевание другое а мы как только библейская которая библия издается по благословению патриарха синода но если библейская поется но только поется по славянски церковнославянске по церковнославянске поем то есть у нас такой щадящий золотой путь называется и знаете еще я вернусь к этому вопросу я же понимаю что сегодня там юля написала дворкину завтра еще кто-то послезавтра еще кто-то напишет я думаю надо как-то закрепиться я сказал священнику что давайте я поеду кемеровскую епархию и предстану пускай меня опросят испытают где где у меня какие заблуждения есть или нету и определят официально по мне сделают примут решение кто я и что я потому что сам кстати сам священник сказал вы что пристали здесь постоянно поднимаете по миду лапкин здесь лапкина нету и никогда не было причем тут лапкин вы почему кадушкину пристали они говорят это его ученик я говорю я не просто ученик я считаю игнатию лапкина своим духовным отцом я постоянно это ударение делаю и вот они взбеленились на это и когда я сказал священнику что давайте поеду в епархию кемеровскую он мне говорит давайте мы вместе поедем в епархию и мы подойдем кому надо я знаю кому надо чтобы поговорить определиться что но если у меня какие-то заблуждения еретические там или еще что пускай епархия увидит чтобы предупредить будущие нападки всех чтобы уже все было заранее подготовлено вот к этому вот всему а вот о войне это скажи государство дает альтернативную основу от армии у нас никто не отказывается и почему власть государственное делает то что по слову божию а вы против как я могу с вами согласиться вас идут служат к претензии государства не имеет вояки какие конечно кровопролитие земля проклята за пролитую кровь вы проклятие несете прямо говорит им показывать это не по слову божию вообще нигде нет где христос говорил вложи меч твой в ножны взявший меч от меща погибет а то уже александру приписывает невском а это сказал дух святой в откровении ведущий кто ведет плен сам пойдет плен ну хотите воевать воюете мы же не не можем вас остановить но только мне дана свобода от бога и от власти ну а по поводу того чтобы поехать епархию хорошая хорошая но мне не надо ехать потому что я с митрополитом общаюсь постоянно они опять ответили так как есть у нас близкие быто отношения такие как бы другой был тогда который до этого там они могли как они приглашали давайте там объединяется батюшка говорит с кем объединяться то вот сейчас ролик выставили и лапкин то другой они не богу они бесом поклоняются архиерей кто-то был димитрий димитриев максим да вы что а секретарь садить но ты георгий с горного алтая убрать я думаю пришел нигде ничего нет все чисто они никакие ну еще спрашивать библии нету и поэтому он глядит в глаза заглядывает архиерею еще сделать слушаюсь и пошел беззакония а если бы ты был как пророки как иеремия ему разницы не было первосвященник или нет священники скопища разбойников на дорогах зачем бы пророк оси об этом говорил он иван креститель тоже царя и рода обличал просто так что ли тот ему голову отрубил не просто так разве и разве что-то он плохое говорил нет ничего плохого как есть говорил лишился головы у меня скажи мои книги ваши книги там не бывают мои книги находятся в москве библиотеке имени ленина в парламентской и в исторической я уж не говорю там все города и села имеют на 650 экземпляров подарили вы то не имеете их и книги мои брали на рассмотрение местные которые там кто-то пожаловался тоже и ответили книги в экстремистские не попадают и поэтому каждая библиотека может приобретать и считать власти уже ответили церковники замерли потому что там все говорится о том какими надо быть и вы не сходитесь с этим причем тут я господь гнали меня будут дать и вас слушали мои слова будут слушать и ваших вот ответ это ехать поехать стоит стоит желательно записать все это записать или видео хотя бы а воде вас нету скажите запишем это чтобы люди-то знали возьми с собой аппарат и кого-то еще взять чтобы кто снимал с разрешения взять которые все если позволят конечно ну да не позволят можно записать тогда аудио я так делаю но священник священником не расположен но он-то звук часто беседуем на собраниях вот этих я там часто говорю постоянным и он видит что нет никаких противоречий как он понимает так и я понимаю все одно что если только будет на него давить он будет против а ты понимаешь слабость человеческой природы как это объясни себе отношения с ним сохрани хорошее мало ли что ему надо удержать на своем месте а кто такой гадушкин эту кадушку толкнула и опрокинула и поэтому к нему отношения не меняю вот новопашина я выступил оправдая его и оправдание и они больше на меня ни разу не нападали надо быть благоразумным тем более я не льстил я говорил так как она есть и не нравится тебе не исповедуйся не ходи к нему на потом принеси покаяние когда ты узнаешь что это не так надо здраво смотреть понимаешь что за каждое слово мы ответим перед богом священник очень перепуган потому что маленький городишко маленький приход все нормально все тихо спокойно благочинно и тут гром с небес такой бог бог и он за себя очень боится это все равно что на осень когда змеи собираются в клубки где-то и туда факел разожженный толкни что они будут делать и так и злоба вся вышла на вас а вы радуетесь 9 блаженств и только награда дается великое когда будут поносить как неугодное сыну человеческому 9 блаженство велика ваша награда поэтому гонения выдержат иов проказу выдержал нападки дьявола а когда друзья начали нападать он не выдержал господи требует суда с тобой докажи им что я не такой и еще я как понимаю что церковь во все времена всегда была гонимая и через именно через гонение она очищалась церковь и в том случае я беру себя пример что если где-то что-то есть во мне это все откроется пускай судят меня пускай разбирают это мне только во благо будет если где-то я лишь не так делаю не так говорю это покажет и это вот чтобы мне поработать над собой чтобы лучше стать чтобы очиститься это только мне во благо все пойдет я с радостью все это принимаю это что казаки хотят разобраться со мной я этого нисколько не боюсь я я понимаю что это награда будет за это я с радостью на это пойду они боятся меня если атаман собирается казаков собирать он не один он собрать казаков хочет я жене рассказывал она говорит ты пограничников своих собери я говорю ни в коем случае я сильнее всех пограничников я сильнее всех казаков я выше со мной бог мне кого боятся до уборюсь ли я каких-то казаков там у меня я только бога боюсь и суда его больше ничего не раз они во множеством числе казаках говорит значит у них не добрый замысел повалить тебя от сега тебя они на это идут другой они не знают они матершинники пьяницы блудники я их знаю их сравнивают только с цыганами не наша день еще нет это фальшивка они горят только кошкадер могли бороться с кошками как шариков а вот теперь смотрите когда человек ничего не знает с ним намного легче говорить если когда-то что-то знает про одного писали его антони звать он музыкант был ну и когда учеников брал и говорит а ты играть-то умеешь нет так 50 лево будешь левая-то лево единица измерения денег а ты а я уже играю ты будешь платить 100 почему мне сначала половина сил надо потратить чтобы разучить тебя вот так и православным когда ничего не знают я говорю они эти люди слушают я им показывание библии главный авторитет установить а раз авторитета нет поэтому остальное теперь за родимую матушку все примут это конечно беда священника беда что он не научил их попробуй в нашем содружестве интернетом сунься кто не против слова божия не получится ничего на меня какие нападки и допустим местные архиереи мы близкие отношения с митрополитом сергием и ваника сколько уже нам я ему сказал он вот так показал стучат рогами на вас я говорю владыка чтоб только заводчик нас не разделили да нет он все погасил какие вражды вражды были нигде еще нет вот нападает на патриарха ну я патриарха обличал что он молится и вот так вот а вот так вот ну как куда где плечо то где это все перевернут это да что не учат я говорил но вот напали на него за то что он там в гаване встретился с папой римским то с франциском то я стал разбирать смотрите что он сделал не так ну вот все продал за 30 серебряника православия что продал так крещение нету одно мочение как католики бритые священники вы уже давно католичен чего схватились патриарх ничего не сделал к этому не добавил ему не надо добавлять подошел под благословение и что сделал не так где запрет брать благословение ну и как-то притихили маленький да я заступился вот николай астахов он в москве когда появился первый раз бежал с украины андрей ткачев батюшка то ну и я слушаю как он говорит он я говорю рано или поздно он на меня должен броситься будут жаловаться это но проходит какое-то время его начали зажимать раза другой и дворки на него кинулся-то за то что он там с одной женщины как вас через колено ломать надо ломиком вас вот такое дело то я тогда николаев говорю трехтомник для слова божия нет уз ламинировать и к истину православия 5 книг найди его и подарю он долго ходил ходил не дают адрес и подарил и вот у него интервью берут а мои книги вот на первом месте и на нем останавливаются лук вся остальная библиотека и говорит я видел и вот он теперь когда беседуют с людьми заметили после только по их и гидали он резко изменил это выходит к народу с библии в руках беседует открывает библии никогда не буду это из-за ваших книг я не знаю но очень похоже вот и все но и мы-то молимся о нем а на нашей книге написанная автору может быть и он за меня молится конечно он поступил правильно когда был в украине ему смертельная опасность была когда там гомосексуалисты там геи пошли парады он начал их громить то но ему и он бежал оттуда так что он испытал многое далеко не каждый из нас если мне приходилось так ну моя уж биография на 1 такая и поэтому к нему относитесь так смотрите а он не так он говорит ну и поговори с ним покажи что не так если по слову божию будет так слово божие старается поставить под сомнение вот не так избавиться от лукавого там или что-то не веди в искушение то есть добавляет слова кто-то я вчера собеседовал здесь со своими одно слово если это не так неизвестно какой у тебя подозрение падать на все места библии у тебя уже вышел русский перевод синодальный 1876 года лучший за 2000 лет по всем национальностям в течение пяти минут докажу это 4 духовная академия два переводчика канонизированные это вообще какие были там знатоки и перевод русский и один из присутственных дней в синоде было три дня посвящался поступающим частям перевода а специальный каждый месяц и теперь говорить против этого я сравнивал переводы разные какие мне бог давал знания языков я сравнивал все все так мои знания в языках мизерные но я на этом языке у немцев проповедую там и не знаю что я не немец маленько то знаю значит вот в америке я был через полтора месяца я уже полтора недели я уже с ними беседовал 50 с лишним лет назад было и знание искусственно я там не жил а я на английский за четыре месяца изучил вот латышский там три с половиной а в школе иностранного языка не было вот сейчас мне прислали газету латышскую где я был вот я обратился 27 сентября 62 года а это 10 января 63 мы там были на дне рождения у кого-то и ну подвинем дня рождения может быть там беседовали и туда нахлынули эти ходят дружинники и я там сижу на кровати и мне нашли эти газеты прислали на латышскому на русском языке что лапки над сообразованием блодит по болоту религиозному а я на стройке работал никого не взяли ничего не волнула клей наговорили много а теперь я попросил вот лаура который заходит и она где-то там нашли мы сейчас перевод екатерина этого вячеслава делает не перевод а где букву плохо видно на русском языке вот когда было то 4 месяца не прошло меня уже трепать начали а я сижу на кровати на мне пиджачишка такую полоску так интересно посмотреть назад 60 лет назад было как будто вчера было мне 24 года а мне сейчас пошел 84 83 83 до 83 еще я говорю 82 так 83 мне шел 83 шел закончился 10 июня два дня назад значит четвертый дам полных было двое с тридцать девятого года то и считай ну да 32 шестьдесят девятый девятый значит нулевой идет десятый первый второй все правильно но это ладно я не думал конечно дожить и у меня где-то в пять лет было что-то приступа я не знаю чем было вот иду и дышать дыхание схватывала меня возили в больницу и тут амада которые деревенские говорили я с отцом пас и там заснул и змея горлянка заползла в меня и как ее оттуда вызвали надо в бане париться крепко рядом поставить холодное молоко и кастрюлю с молоком это чугун и когда она вылезет там попить в это время кто кто-то был скорее и там накрыли а потом у меня исчезли болезни все мама вылечила как у нас пчелы были и там фляги с медом кто-то покупать а ложка была такая как вот шар пополам разрезать вторая половинка не динок а не продолговатая и ручка в палец толщиной она какого и не дюралевая даже не или не алюминиевая то но я там выбираю а там остается маму залежи я залежу а бывает на голодное и мне это все благоприятно было так вижу время как у меня сейчас я маленько погодя пойду что еще там ну вот в общем то все сегодня на собрании расскажу как как все будет сегодня собрание будет именно что вы поедете туда желательно встречи с митрополитом желательно не просто там какой-то свой дворкин у меня тут один нашелся председатель какого-то миссионерского отдела хотя их нельзя образовать даже и у него близкие отношения с дворник с дворкином то но я ему сразу и высказал кому ж ты веришь что ну наемные убийцы нашей веры прислали его за ним сколько чистится хвоста какой ты посчитай о нем все и вы но нет он такой маленько проходит время у него начнется расхождение с ним потому что он вылазит где можно стявкать укусить кого-то она на прямой не идет никак но он был был в университете где я преподаю и он мог прийти то нет ни под каким видом а почему он знает что от него вся труха полетит ничего там не будет сколько он этих денег получил с патриархии то ему же платят не мою пенсию конечно меня за руку отводила львова николаевна чтобы мне льготу дали за мусор вывозить и мне добавили пенсию 600 620 рублей 620 рублей за то что я дважды там сидел у них и жертва политической репрессии 620 что зубы выбили выбили бесплатно могут ставить я когда со священником мы беседовали вот дворкин нападает но это все будет пустое он говорит давайте посмотрим тот же телефон священник открывает набирает и дворки на ватки и сразу раз и дворник дворкин этот говорит сектант еретик там и все такое прочее и священник вот при мне сидит он на что ссылается там почему он не говорит на что он ссылается даже слушать не хочу дальше раз отключил священник даже дальше слушать не хочу он ни на что не ссылается просто говорит что сектант а дальше откуда не боится неверующему за каждое слово отвечать ну скажи геннадий пас он везде подчеркивает я в доме игнатия обратился кто преподаватель томского университета теперь он там кандидат этих наук какие книги 10 книг вышли но это то как другой следователь кгб следователь обращается делать со священником это василий федорович толстенко теперь ко мне привезли показали еврея на ум израильевич не не полукровка делается священником при патриархии или втором а теперь пишет газета это покров барнаульская это семинарская газета и доктор богословия выступает не дворкин и говорит по разному к игнатию относятся к нему но тысячи людей пришли в православие куда вы денете и все заглохло не сотни тысячи и заключенных и кого только нет и начальствующих из администрации из кгб кого только нету а дворкин то ничего не имам брякнул и спрятал он безбожник абсолютно безбожник у него страха божия никакого нету он не верующий его наняли и он получает хорошую конечно оклад деньги это идет развал православия как псевдоправославный я псевдоправославный псевдопроповедник псевдопроповедник позади европа позади скандинавия прибалтика и везде души новые приходят а он брякнул если человек знающий что за все отвечать будет говорить он всегда может быть в глаза то не видал трепется а я в собрании выступаю 450 баптистов после первого выступления пресвитер салверт мы все готовы сегодня перейти православие это бог дает это не мое у меня нет образования я не учился ни в израиле не в америке у меня нет образования ни гуманитарного ни религиозного но я люблю бога а это вот дворкина еще поискать надо и он псевдоправославный но я тоже самое священнику своему сказал я говорю игнати лапкин через него пришли многие православие и не просто стали верующими ревностными верующими как я я говорю я это мало из них у нас говорю группа есть в интернете там 200 человек я говорю самый малый из них представьте какие верующие есть через игнатия лапкина которые пришли не священник но вы конечно в нашем храме человек уникальный я первый раз такое вижу я говорю вы других не видели вы бы пообщались другими вы тогда увидели уникальных людей один вячеслав семенов чего стоит это это бог так делает это мы же вместе с ним крестились тогда в 19 году и как он возрос это чудо это явно божий промысел тут по-другому никак это чудо и и наталья усатая мы все в один день крестились медленно по и это я на моих глазах из ливана из ливана из италии германии франции зачем мы приезжали я начале детского лагеря покажите кто занимался детьми я 45 лет директор тысячи детей без помощи государства и а дети сектантские там были всякие мусульмане делаются православными у нас фундамент закладывается они то ничего не имеют а болтать обвинять плевать одно этого не надо и берблют плюется но еще из этого но они почему 218 они не считают и якобы покажи мне веру твою без дел твоих а я покажу покажу и сделал моих ну и кто будет прав я покажу люди которые обратились это не мое это благодать божия делает благодать бог дал мне ключ сердцам людей я беседовал столько человек на в один раз как побеседовали он стал православным а всю жизнь да не как-то у них епископ назывался старший пресвитер одна беседа все и стал православным священником а как это будет никто не знает это ключ у бога но мне он позволил сказать о величии бога веры и православной веры да я католиков признаю братьями григорян армян коптов сессии который имеет рукоположение я не скрываю до капотерер встречается со всеми и там бывает его попутно надо и патриарха подгребать а тут они мандраже вот этот николай то который написали обо мне когда дворкин то если вы поверите дворкину тогда выходит ошибся патриарх потому что вот характеристику дают митрополит а его рука полагал патриарх так выходит что потерять не знает кого руку полагает и они сразу уже назначены тема против меня не сразу и убрали да вы знаете какой-то там спас или что такое название у него у них нет ничего а какое ваших ним отношения я каждый день молюсь паралей на них милость и не поменее в судный день безумия осенний день еще такой сегодня такой праздник великий в этот день сегодня вот это все вершится это не просто так а вы еще батюшки покажите на наш канал зайдите прям последнее уже последнее там что укрыт супа про украину вопрос что нельзя молиться о победе и прочее почему три проклятия 48 10 иеремии кто небрежно делает дело господня проклят они все это разбратили здесь а дальше меч господень и и поэтому не мешайся да будет воля твоя все молитва закончилась они дай победу никак и священнику покажи конечно за меня священники и там правительство все будут я говорю что сложите оружие не сопротивляйтесь другого выхода нету я доказываю по библии другой некая это что поджигают там их это египет на которой опирающийся проскнет руку так я ухожу все спаси христос хотя я раньше восьми у меня я не принимаю но у тебя срочное дело с богом брат с богом и граните господь